Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь для секса без обязательств с мужчиной, 9-й год. У него много недостатков, с которыми бы и не смирилась ни одна женщина, кроме меня. Я почему-то мирюсь и никак не могу его бросить. Вот, например, он очень наглый и эгоистичный. Если ему приспичило, его не волнует ничего, никакие мои проблемы, которые порой возникают и препятствуют сексу. Например, меня всегда шокирует его сообщение, которое мне пишет, может мне предложить заняться сексом, когда я приду домой на обед. Я пишу, что в таком случае я не успею поесть, но продолжает настаивать и говорит мне, пожалуйста. Конечно, я все равно не соглашаюсь, может в рабочее время мне написать, ты дома давай, я сейчас приду, или на днях я была дома, он пришел. Но я собрался уходить, он сказал, ну давай, по-быстрому сделаем, и я сказал, что так не могу. Потом я возвратил на улицу, когда постил делал свои дела, но он пошел за мной. Вот раз он меня переломил, мы пошли ко мне, и только после этого я пошла дальше, доделывая свои дела. Может быть, так и ходил бы за мной, как привидение впечатать. Это довольно забавно, это сравнение. Дальше, значит, он, девятый год, за мной волочится. Я его за эти годы много раз поцелаю, но ему удается меня вернуть. Станусь, что гормоны наступают мне на горло, найти другого партнера у меня почему-то не получается. Мои подруги мне поражают, сколько могу терпеть такого опыря, которому, если приспичит, его ничего не волнует, он будет ломать меня через колен. Я сама по себе поражаюсь, если честно, но мне как будто недостаточно силы его бросить, как будто бы мне это не под силу. Мне надо кажется, что я сделаю из своей жизни реалити-шоу и тупо наблюдаю, что в ней происходит. Как будто мне тупо любопытно, когда интересно, он сам от меня отстанет. Мне все не показалось, что я сама себе кукловод и марионетка. Мои, я ошибаюсь, но почему так происходит, не пойму. Почему я не могу его бросить? В общем-то, у вашей истории есть несколько таких моментов. Во-первых, вы сами пишете, что встречаетесь для секса, и, видимо, в этом плане он вас устраивает. Вам не нужны обязательства, встречаетесь для секса, все хорошо. Вы говорите, что вам гормоны наступают на горло, но совсем понятно здесь, что вы имеете в виду, то есть вы говорите про свои поправления в сексе или про что-то еще, но тут надо этот момент прояснить. вы как будто бы, знаете, ну, отказываетесь, вот, на мой взгляд, да, внимательно присматриваясь к своей жизни. Вот. Вы говорите, что мне не хватает сил, мне не хватает сил, вот. Ага, что вы имеете в виду, говоря о том, что вам не хватает сил? Непонятно. Вот. Лично мне показалось, вот, лично мне показалось, что у вас есть трудности с, серьезные трудности с самооценкой, лично мне так показалось, вот, ну и трудности с самооценкой и со страхом, вот, а со страхом, ну и вероятно. То есть мне, вот, лично показалось, что вы, ну, что вы боитесь, прямо боитесь остаться, остаться одна, вот. Далее вы говорите, почему-то не получается найти партнера, ну а что вы делаете? Что вы делаете, чтобы вы нахер? Далее вы говорите, что у него получается меня вернуть. А что вы делаете для того, чтобы у него, а, ну, чтобы у него получилось вас вернуть? Что вы-то для этого делаете? Такая очень важная вещь, на которую вам, ну, нужно обратить внимание. тем больше вы будете проявлять внимание к себе, тем больше вы будете уделять внимание внимание к себе, тем лучше будет для вас, в этом смысле, ну, в этом смысле. Понимаете, да, в чем штука? То есть вы уделяете внимание к себе, но вот вы замечаете, что с вами происходит, как вы реагируете на то или иное, ну, условно говоря, и вы получаете, как бы, ответ. Вот когда он вас возвращает, что вы чувствуете? А уходите вы от него, с каким чувством, что вам движет, когда вы уходите от него? Вот. Понимаете, да? Да. То есть, как будто бы вы, вот, как-то, знаете, отказываетесь сотрещать свою жизнь, как будто бы вы боитесь или не хотите решать что-то в своей жизни. А может быть, вы не определились со своими приоритетами. Вот. То есть, ну, приоритеты у вас, вот, какие? Что у вас стоит приоритет? Вот, от этого во многом зависла ваша поведенческая, скажем так, модель от ваших, от ваших приоритетов. Вот. Какие у вас ценности? Вот. Какие у вас предпочтения? Вот. Мы не знаем, почему вы понимаете вопрос, мы можем только, только предполагать. Вы описываете состояние, которое я бы охарактеризовал как зависимое. Вот. Психо-эмоциональная зависимость. Сексуальная зависимость. Может быть. Вот. Понимаете, да? И, собственно, собственно, на это все нужно обратить внимание. Вам. Как мне кажется. Ну, вы можете самостоятельно изучить эту тему. Сексуальная зависимость. Психологическая зависимость от человека. Если вам это откликнется, то можете именно так формировать свой запрос к психологу уже. Вот. Скажите, а вы хотите его бросить-то? Вот вы говорите, что я не могу его бросить. А вы хотите его бросить? Это очень такой интересный момент. На мой... На мой взгляд. То, что вы не можете его бросить, это одно. А хотите ли вы его бросить? Это другое. А хотите ли вы его бросить? Это другое. Все-таки. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.